Дорогие друзья, мы в Ялтинских горах, крымских, ялтинских. Погода сегодня позволяет писать здесь, хотя были дожди и мы все как-то хотели сюда приехать, но никак не удавалось. Но вот сегодня все идеально и вы тоже можете на это место приезжать в горный. Я вам даже скажу куда это. Это поворот на зоопарк из Ялты. Это прямо над Ялтой все. Над Ялтой поворот и мы попадаем вот по дороге, дороге, дороге в лес. Зоопарк остался там чуть-чуть дальше, возле трассы, а мы здесь уже в лесу. Но при этом нет никакой опасности быть обиженными здесь, то есть вы можете смело, я понимаю, что много женщин у нас, наша аудитория, но вы смело можете здесь стать. Здесь охранник, охранный пункт пионерского лагеря или детского лагеря. И вообще иногда тут машины ездят. А самое главное, что здесь живой охранник. Вот поэтому вы можете сюда приехать сюда и пописать. А вид у нас просто идеальный. Здесь идеальный воздух, красивые деревья, очень красивый. Видите, какой богатый, насыщенный лес. В общем, ближе к делу. Значит, небо у нас сегодня голубое. Там вылетали облака периодически, но как сейчас их нет, может еще заметим. Голубая среда вот за деревьями. Деревья зеленый такой чернявый цвет, контражур. Контражур это всегда красиво, то есть контражур это когда солнце светит с той стороны, источник света с той стороны. Вот этот контражур и поэтому деревья немножко чернявые. То есть не зеленые, вот зеленые они только здесь, где солнце прямо пробило эти листики на переднем плане, а там и все черняво. И голубая даль, голубая даль и горы тоже голубят, сизые. Значит, мы набираем. Я вот взял для небочка небесно-голубую и прямо вот этой небесно-голубой наберу небо. Ну что-то хочется ультрамарин тоже. Наверное с ультрамарином вместе. Буквально выштриховать. Равномерненько. Короткий настойчивый штрих. Линию гор можно чуть темнее сделать. Вот такую линию гор и даже, может быть, еще более решительно уходящую вдаль. Это будет выгодно смотреться. К ультрамарину добавим чуть-чуть розовинки, чтобы сизость цвета сформировалась. Вот незакрашенный кусок холста. Вот он звучит как те облака, которые там оставались. А дальше я, чтобы долго не мучиться, залью все. Все залью ультрамарином. Разбеленный ультрамарин немножко с розовиночкой. И все-все-все зальем. В этой части картины у нас площадка, освещенная площадка дороги, на которую очень внятно упал свет. И мы ее прямо вытрем. Вы знаете, смотрите, прямо у нее ровно тот цвет, который нас интересовал, получился. Немножко пятнисто раздадим тенечку на дорожке. Вот такое, вот такое. И прежде чем мы введем зеленые, я предлагаю опять поступить по этой нехитрой схеме, когда весь рисунок картины мы наберем через синие. Вот так вот. 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 Горы несколько разделены. Одни заслоняют других. И это тоже можно показать. Передние чуть темнее, задние несколько разбеленнее. Покажем это. Покажем это. Есть горочка, которая, в отличие от этих, спускается вниз. Вот туда вправо спускается. Обозначим и ее. Ультрамарин. И розовиночки. Типа занятия, да? Типа занятия, да? Может быть немножечко и здесь утемним. Потому что они практически все одной тональности. Все эти пятна теневые. Ультрамарин. И розовый мы сейчас использовали как основные цвета. И немножко голубилка поучаствовала в небе. Так, ну я вот даже сейчас раскаиваюсь, что я в небо голубую подложил. Наверное, я все-таки вложу туда ультрамарин. Немножко перемелю голубую на ультрамариновый оттенок. Несколько высветлю у кромки гор. Источник света здесь. Солнце где-то здесь и вот оно бьет сюда. Поэтому можно сюда несколько с розовинкой зайти. Будет эффект сиятельный. Мастихином придавлю небо, чтобы оно стало не набросковым, а как бы упакованным, уложенным. То есть штрихом мастихина красочку раздавить. Дерево, сосна, мощная сосна. Она нас очень интересует в этом месте. Она заслонит задник и будет хороший эффект. прозрачности. Я беру сейчас ультрамарин розовый и лежачей кистью. неравномерно. Вы видите, шаг этих пересечений темных неравномерен. Укладываю макательно и чуть-чуть чиркательно. Чуть-чуть я делаю легкий чирк. запятую такую. И получается эффект и иголочек. Эффект иголочек. И похожим образом можно набрать уходящую зелень. и здесь у нас гора. Мы ее чуть-чуть показали. С этой стороны. Веточки. То есть, если здесь у нас игольчатый характер, то здесь просто листвиды. Мелкие листочки. И вот мы их тоже чуть-чуть нашлепали. Еще хорошо бы показать вот этот спуск. Спуск. Каменистая почва. И розовость выражена. Сейчас я выдавлю себе. Вот у нас впервые появляется цвет. уже иной, чем до сих пор в картине. То есть, к тому, что было в кисти, подмешался кадмий красный светлый. И вы видите, он прямо идеально положил цвет, который мы видим. Зеленый мы с вами добудем из голубого и желтого. Но прибавим к этому цвету розовый. То есть, внятно зеленому цвету. Прибавим розовый. И получим такой чернявый, грязноватый оттенок зеленого. Вот такими же маканиями начнем набирать эту зелень. Не все забивая, не всю голубизну забивая. Немножко голубизну оставляем. Потихоньку кисть теряет вещество, которое мы зачерпнули из палитры. И адаптируется в синюю среду. И очень хорошо, что так делает. Я сознательно оставляю такие окошечки синего, которые создают идею воздуха в картине. Этот же цвет, который мы с вами создали из голубого, желтого и розового. Такой чернявый цвет. Его же мы добавляем и сюда. Вместе с синькой. Синька дает эффект воздуха, потому что мы ее не полностью заслоняем. А грязноватый, даже розоватый зеленый, создает настроение именно цвета, цвета сосны. И темности сосны. Здесь у нас крупный участок зеленого. его зашвыряем. Лежачая кисть к холсту дает такие шлепочки, которые очень напоминают множество зелени. Чуть-чуть эту же грязцу цвета и сюда подложим. Все в контражуре, поэтому мало что имеет очень зеленый цвет. Но имеет кто-то. И этот кто-то, это вот этот над забором нависшая зелень. Вот по такой траектории она нарядна. Забор черняв. Чернявость мы уложим синий или голубой розовый. Станет чернявый цвет забора. А под ним с некоторой грязнинкой розовинкой каменный забор. И все это украшено очень нарядной зеленью по вот этой кромке. Сейчас пол шестого где-то. И вы можете для себя сориентироваться, в какое время приехать, чтобы получить именно это освещение. Смотрите. 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 Если, допустим, у вас вот такой укладкой не произошло ничего красивого, интересного. вот такой макательной укладкой мастихина. Вот такой макательной. Вы можете взять тряпку и, как в некоторых других мастер-классах вы уже видели, когда мы берем тряпку чуть ли не некой розочкой и на нее макаем нужный цвет и укладываем эти множество буквально маканием. Чуть-чуть дополненное. Чуть-чуть дополненное мазком кисти, как бы прорисовочкой некоторых листиков, сделает это пятно уже не пошло вымоканным, а уже вполне порисованным. Поэтому, если кто-то стесняется, что тряпка эта пошла, добавляйте сюда несколько мазочков кистью мелких и будет у вас уже совсем не пошло. Похожая цветовая история вот здесь. Нарядная зелень. Нарядная. Желтоватая зелень. А листья вот этого самого переднего к нам растения буквально желты. Немножко светится зеленцой и нарядной зеленью деревца вот там чуть поодаль. И мигание в этих местах этой зелени. Чуть-чуть намеки, более тихие намеки у этого массива. Сосна тоже светится, ее зелень. Но она, нельзя сказать, что в ней царствует желтый, скорее розовый. Поэтому к нашей зеленце мы добавляем внятно розовый и начинаем вот этой серебристой краской укладывать сосну. Вы видите, она совсем другая. И синечку, и розовый. То есть даже фиолетовый цвет можно подкладывать в нее. Ну и, конечно, некоторое участие зеленцы, это самое желтоты. Голубой плюс коричневый. И мы имеем чернявость вот этой глубины уходящей дороги. Белильца. Плюс кадмий красный светлый, плюс немножко желтоты. И мы имеем цвет света на вот этой дорожке. Маленькие островочки, зайчики. Солнце. Которые, расходясь, движутся по плоскости. Расходясь лучами сюда к нам. Создают сразу хорошее настроение. Раздавленные мазочки, раздавленные. Создают вот это вот настроение солнечности. Несколько более красно на вот этой поднимающейся каменистой. Тут и камушки, тут и еловые или сосновые. Иголки создают уже красниночку. Иголки создают уже красно. Здесь шум. Иголки создают. Наконец-то появилось облако, которое мы немедленно закинем в картину. И не просто закинем, а выявим идею хребта скального и оформим именно его. Чтобы у нас появилось интересное событие в горной части. Оно где-то там и есть, но мы это еще и усиливаем. Какую-нибудь конфигурацию зададим ему. И чтобы у него не было очерченности равной вот этой очерченности. Немножечко сделаем мутноватым его. Почти седые разбелы, почти серебряные разбелы. Почти беленькие освещенности этих иголочек. Вы видите, как я держу кисть нарочито лежача, чтобы игольчатый характер выразился. И легкая освещенность контражурная с той стороны свет. Поэтому буквально только макушечки в некоторых местах подсвечены. Приходится торопиться укладывать главные световые куски. Потому что погода, да не погода даже, а солнце очень скоро зайдет. И нужно немедленно донабрать саму идею света. Которую уже, когда солнце зайдет за гору, можно доуточнять, разрабатывая рисунок точный. А пока нужно все-все-все цветовые подхватить, пока есть возможность. Вы видите, я все время лежачей кистью пользуюсь. Лежачая кисть формирует так же, как и тряпка. Вот она примерно в том же ключе. Но кисть, в отличие от тряпки, может давать мазок. Вот такой чирк. Немножко с запятой его укладываем, этот чирк. Даже чисто белый цвет встречается вот здесь, среди зелени. Буквально чисто белый. Я его тоже попытаюсь обозначить. Сбоку, справа бока, со стороны солнца, немножко освещены стволы. Я, прежде чем зашло солнце, оно скоро зайдет, быстренько это для себя обозначаю. И даже обозначаю красноватый цвет этого солнца. Чуть-чуть с красниночкой. Даже прежде чем вы такие вещи нарисуете, дополните краской, вы всегда можете порисовать сначала мастихином, повырезать их. Вы видите, как стремительно сейчас садится, заходит солнце. И все, и многих вещей уже нету. Но, благо, мы кое-что успели. Для вас, может быть, лучше приехать несколько раньше и хотя бы более-менее точный рисунок набрать. То есть, сейчас уже шесть. Вы видите, как тает свет, просто тает на глазах. Но появляются другие вещи, которые сквозь контражур были едва различимы, а сейчас различимы вполне. А это, например, выразительный контур гор. Слоеность зелени на горах. Буквально слоеность. Она синит, она чернит, но уложена на горах слоенно. И что особенно интересно нам на макушках этих... ...этих горных... ...силуэтов. Вот там интересный момент. Вот сейчас я его покажу, и вы, я думаю, согласитесь. Я думаю, что многие горы в разных местах, в частях света украшены подобным. Вот сейчас я вам покажу. Здесь торчание сосен немножко как будто они без ног. Как будто они бегут вдоль... ...вдоль кромки. И как будто у них нет ног. Вот такое торчание над кромкой. Оно в Крыму очень выражено, но я думаю, что и в других местах неплохо выражено. Вот такое, вот такое. Таких точечек, торчащих над кромкой. Оно в Крыму очень выражено. Обнажились розовые проявления в скалах. Такая лысенькая скалочка. Такая лысенькая скалочка. Такая лысенькая скалочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несмотря на то, что перед нами все как бы зеленое, но это сейчас оно стало зеленым, пока было солнце, было чернявым. Но именно вот то чернявое дает вот эти настроения, которые, конечно же, волнуют больше, чем просто пересчет основных пятен и просто прорисовка. Поэтому мы зеленый с вами, то есть желтый цвет поберегли, сюда почти не укладывали. Хотя там было вполне и желтот тоже. Лежачая кисть макательно, моделировательно. Не упрощаем до примитивных тычков. Обязательно моделировательно. Обязательно показывая слоеный характер крон сосны. Приноравливая кисть, так, чтобы она укладывала игольче то. То есть торчачи вверх мазочек торчачи вверх смотрит. Вы видите, голубоватость кое-где оставляю, которая насквозь. И понятно, что деревья здесь, а там вот эта даль. Трудно, конечно, быть убедительным в этих словах сейчас, когда там совсем другая ситуация. Но вы эту ситуацию видели. Вот поэтому вот так и происходит эта работа на пленэре. Когда мы что-то важное подхватили, и уже радуемся тому, что подхватили. Не пытаемся перестроить картину ради нового состояния. То есть мы взяли нечто вкусное для себя, нечто важное. Не перестраиваем уже картину, а развиваем. Заборчик. Он был в тени. Он был примерно такого цвета. Вы помните, что я просто выдрал краску. А теперь на вот эту продресь, которая там возникла, укладываю комковатый мазочек, который и будет имитировать камень. Каменную кладку. В Крыму многие заборы состоят буквально из этого камня скалистого. И вот у нас не закрашено все, а такие лоскуточки густой краски, которые продемонстрировали идею каменных фрагментов. И немножечко обозначим сам заборчик. Так flat, так, так, как номер, вот, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть даже условная прорисовка забора, но утопленного в зелень, и вроде бы как будто мы там прямо усердствовали в вырисовывании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть она немножко грязно-красноватого цвета... Несколько дополнит содержанием вот эту местность... Все становится как-то узнаваемо по-крымски, по-горному... Какие-то следы... Какие-то следочки травы... Они как-то благоукрашают, видите, территорию... Вы видите... Вы видите, выполняя работы с зеленью... Я столько раз уже поменял инструменты... Все время подыскивая удобный, подходящий... Я столько раз уже поменялся... Я столько раз уже поменял... 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 Синька, которую мы изначально подложили... Дает эффект вот этого воздуха... Взвеси воздуха... Поэтому не отказываемся от идеи... Уложить сначала... Синий каркас картины... Взвеси кровать,... Взвеси тяжело бы заменял... Хosh... Взвеси хорош. Напоминаю... У hetervenantники зелен goodness... Туруwolf зеленży... напомню что укладка идет некоторой запятой вот каким-то вот таким движением вот таким не просто чвяк но моделирующий некоторые ветви игольчатые заслоняют собственный ствол и это надо показать не 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 по краю только но и перерезая формируется сразу несколько тональностей несколько цветовых затей которые все крутятся вокруг чернявости цвета именно чернявости и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Раздавленный мазок Густой мазок творит внятную освещенность На асфальт, кроме неба, который дает голубоватый, голубоватый цвет, синеватый голубоватый цвет Дают рефлексы и зелень, и зелень, вся окружающая вот эта зелень Поэтому чуть-чуть прозрачно, чиркательно, вы видите, я перекрываю грязноватый, такой вот, если на палитре увидеть, совершенно грязноватый цвет, но теплый И вот этот теплый цвет слегка перекроет синьку Призрачно перекроет, не плотно И вы видите, дорога стала как живая Все немножечко подгрязнилась в тени То есть наполнилась в тени То есть наполнилась рефлексами Все мерцает на все Все мерцает на все Если здесь у нас дерево стоит вдоль формата То Здешние веточки Прилично быть, допустим, торчащей Из Бока формата Это чисто для разнообразия Продолжение следует... Немного освещенности веточкам. То есть разбил розового. И вот понятно, что это солнцем освещенное. И вы помните, я говорил, что мы некоторые лепесточки порисуем кистью. Вот буквально вот такую натоптанность. Вот такую натоптанность стайкообразную, не решетом. Продолжение следует. Будучи совсем другим по укладке своей. Ну, совсем другим. Вот сосна, мы ее ведь совсем иначе писали. Это сразу очень обогатило картиночку. Хорошо. 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 Так, хорошо. Вовсе. И уже нет ощущения, что это как-то вульгарно сделано, хотя сделано было тряпкой. Просто дополненная узнаваемым кистевым мазочком, укладка тряпкой становится приличной. И здесь можно чуть-чуть побаловаться с листиками. Ритмичный характер задать, то есть все мазочки смотрят в этом направлении. Такая запятая в горизонтали. Такая запятая в горизонтали. Деревца. Это со мной спутники, которые к деревцам сразу отнеслись немножко без любви. То есть нет, надо с какой-то деликатностью, с какими-то изяществами подойти, чтобы это были симпатичные деревца. То есть не грубо кол-кол, а с изяществом. Вы видите, даже простой царапки хватает на то, чтобы это было вразумительно. И для этюда может даже этого вполне хватить. Это как бы светлые, светлые проявления на ветвях и стволах. А еще добавим немножко и темных. Все вместе дадут полную ясность. Итак, светлые мы нацарапали, темные мы добавим кистью. Темные и красноватые. Некоторые разбил розового. Несмотря на то, что я только несколько дополнений поставил, а вы видите, уже нет ощущения, что это только на царапе. Уже есть ощущение писанности. Достаточно коряжистую укладку делаю. Коряжистую, это значит не очень ровненькую. Как бы с закрутеликами. И вот мерцание, мерцание, мерцание стволов. В горах быстро холодает. И вот мы сейчас это ощутили вполне. Поэтому, когда будете ехать на пленэр в горы, обязательно возьмите что-нибудь теплое. И вот мы сейчас. Все. Вот пленэр. Вы видите, свет буквально вырвался из-за вот этого массива. Тоненькие веточки добавим, особенно на просветы. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Может быть, камера слышит тоже, как поют усердно птицы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, холодно становится нешуточно. Поэтому не забудьте что-то теплое брать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обобщающий характер. Вы видите, как синюшная подкладка хорошо там создает атмосферу воздуха. Субтитры создавал DimaTorzok На дереве плющ его оплетает на стволе, поэтому покажем плющ. Это тоже часть крымской зелени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Немного снабил макушечки сосен светлотой по такому зигзагу. Ну, по-моему, все. Тем более, что уже холодно стало. И я доволен своим этюдом. И вас приглашаю на это место в горах над Ялтой. Субтитры создавал DimaTorzok